Сибирское соглашение Он предложил сделать так, чтобы все министры профильные правительства Сибирского федерального округа установили общую систему координат, чаты и на регулярной основе, обмениваясь опытом, предлагали новые формы, что называется, новые модели поведенческие, решение узких задач специфических. Но рассчитываю, что много позитивного и хорошего с приходом такого руководителя у нас происходить будет в области. Из ряда уже подписанных соглашений стоит выделить строительство в регионе дерево-перерабатывающего и животноводческого комплексов. Продолжаются переговоры с инвесторами о развитии Шерегеша. Все достигнутые соглашения, по словам Сергея Цивилева, нацелены на развитие отраслевых производств, туристического кластера, а это позволит улучшить инфраструктуру и создать новые рабочие места. На очередном экологическом рапорте обсудили квоты на выбросы и разработки ученых, позволяющие повлиять на качество воздуха в Новокузнецке. Большие предприятия города участвуют в программе «Чистый воздух» и, по их заверениям, благодаря модернизации производства снижают процент выбросов. При этом в городе работает ряд небольших предприятий, а значит есть и их вклад в загрязнение городской среды. Специалисты отмечают, что определить зону ответственности без привлечения ученых практически невозможно. Например, в центральной части города Новокузнецка на одном из трех постах у нас выявляются загрязняющие вещества с превышением, ну какие бы то ни были. Я не могу ни одному из присутствующих здесь предприятий предъявить претензию, поскольку зона ответственности заканчивается на границе санитарно-защитной зоной и на источнике выброса. Но как только у меня будет проектное решение, связанное с тем, что а вот при розе ветров такой-то, при температурных режимах вот таких, если вы имеете загрязняющие вещества вот в такой-то области и вот в таком-то качестве, по всей видимости, это вот такое-то лицо ответственность может нести. И тогда мы смело можем идти организовывать проведение проверки. Учитывая участие больших промпредприятий в программе «Чистый воздух», встает вопрос о получении квот на выбросы небольшими предприятиями. Надо начинать распространять квотирование выбросов на прочих участников этого большого-большого экологического дела. Большое количество предпринимателей, которые участвуют в разрушении атмосферного воздуха, вырабатывают свою тепловую энергию, свои блага на оборудовании, которое, по сути дела, не является экологически стандартным. По сути, необходимо разработать регламент, по которому даже небольшим предприятиям, источникам выбросов, придется либо внедрять собственные природоохранные мероприятия, либо платить штрафы за загрязнение атмосферы. Для противодействия мошенникам в кредитной сфере, Центробанк предложил ввести самозапрет на выдачу кредитов. Чтобы посторонние не оформили на ваше имя заем или кредит, необходимо в своей кредитной истории зафиксировать специальный запрет. Это позволит снизить риск преступного использования личных данных граждан, включая копии паспортов, логины и пароли. В последнее время мы получаем много жалоб на злоупотребление, связанное с оформлением на человека кредитов или заемов. Чаще всего он про это вообще не знает, когда кредит или заем оформляется онлайн. Бывает, что человек под действием методов социальной инженерии сам получает кредит и отдает его в руки злоумышленника, либо кладет его на чей-то счет, и деньги теряются. Очень тяжелая социальная история. Для того, чтобы помочь людям справиться с этим злом, разработаны предложения в закон. Предполагается, что ограничения могут быть разные. По виду кредитора, банка или МФО, способу обращения, дистанционно или в офисе, а также на все или отдельные виды кредитов и займов. Как это работает? Человек сможет в бюро кредитных историй поставить специальную отметку «Запрещаю выдавать мне кредит». Это такая самозащита. Это может быть запрет на выдачу только онлайн-кредита, для того, чтобы не было мошенничества с интернет-займами. Либо полный запрет на выдачу кредита и займов. При этом человек может выбирать или отказываться от этой галочки столько раз, сколько ему нужно. То есть, например, если он действительно решит самостоятельно взять кредит, он ее снимает, и после этого через два дня он сможет спокойно получить необходимый ему денежный средств. Почему через два дня? Практика показывает, что все методы социальной инженерии направлены на то, чтобы подчинить человека воле преступника и ввести его в определенное психологическое заблуждение. Если есть небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва в коммуникации, то, как правило, у человека хватает сообразительности, либо он поговорит с друзьями, со знакомыми, для того, чтобы понять, что происходит что-то не то. Мы думаем, что эти инновации помогут многим людям избежать рисков мошенничества и сделают их жизнь спокойнее и безопаснее. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор выдаст деньги не вам, он не сможет требовать погашения долга. Подробные условия работы этого механизма будут установлены позже соответствующим нормативным актом Банка России. В России вновь изменили требования к пунктам технического осмотра транспорта. С 12 июня вступил в силу приказ Минтранса смягчающий требования к оборудованию. Приказ Минтранса номер 166 меняет требования к производственно-технической базе оператора техосмотра. Из перечни обязательного оборудования исключены компрессор, манометр и шумомер. Изменено действующие требования к габаритам смотровой канавы. Ее минимальная глубина была установлена в полтора метра, теперь будет достаточно 110 сантиметров. Исключено и правило, согласно которому адрес пункта должен быть внесен в Федеральную информационную адресную систему. Многие операторы ранее не могли пройти аккредитацию в базе Росреестра и ФИАС. Адреса по какой-то причине отличались и еще смягчены требования к тормозным стендам. После введения жестких правил количество пунктов техосмотра в России снизилось более чем в половину. После смягчения правил эксперты ожидают повышения доступности услуг на рынке. В день города 2 июля в рамках фестиваля «Наши в городе» Новокузнечан ждет звездный концерт. Такой подарок горожанам делает Евраз в честь своего 30-летия совместно с радиостанцией «Наше радио». Фестиваль проводится с 2002 года и практически всегда он проходил в Санкт-Петербурге, в Москве. В Москве, кстати, был зафиксирован рекорд по количеству посещений. 120 человек посетили в 2019 году. 120 тысяч. 120 тысяч, да. Так далеко за пределы Центрального федерального округа фестиваль никогда не добирался. Насколько я знаю, он впервые проходит в Сибири. Мы очень рады и благодарны компании «Евраз». 2 июля в городе Новокузнецке состоится грандиознейшее событие. Это концерт, впервые такого формата он будет проходить в нашем регионе, который называется «Наши в городе». Отечественные исполнители, которые сегодня просто в фаворе выступят в нашем городе, поздравят жителей нашего города с Днем города с предстоящим юбилеем компании «Евраз». Восьмичасовое шоу пройдет на площади торгового центра «Планета». Зрителей просят соблюдать правила безопасности и на это время пересесть с личного автотранспорта на общественный. Мы уже не раз проводили мероприятие на площади возле ТРЦ «Планета». Знаем, насколько это комфортно. Она достаточно вместительна, транспортна, продумана. У нас будут работать контрольно-пропускные пункты. Мы их установим в необходимом количестве. Сейчас ведем консультации с органами полиции. Пронос напитков традиционно будет запрещен. Также запрещен будет пронос каких-либо предметов длиннее одного метра. Поскольку мероприятие очень масштабное, монтаж сцены и сценического оборудования начнется заранее, с 26 числа. Поэтому площадка «Планеты» будет частично ограничена. К ней доступ плюс артисты приедут заранее, будут проводить салон-чеки, репетиции. Возможно, будут прогуливаться по городу. Поэтому, если там 1-2 июня увидите кого-то из списка артистов на улицах Новокузнецка, то не удивляйтесь. Да, они приехали, чтобы отдохнуть, акклиматизироваться. Сначала и 2-го числа уже выступить на сцене, подарить свое творчество новокузнечанам и жителям всего Кузбасса. Я думаю, что приедут и с севера в область. 2-го июля с 14 до 22 часов для вас на сцене анимация ласкала «Проект Горшенев», «Найк Борзов», «Энимал Джаз», «Пикник», «Ночные снайперы» с вокалом Диана Арбениной. Завершит концерт главный рок-хулиган Гарик Сукачев. Вход на концерт свободный. Удачи вам и здоровья!